Здравствуйте! Мы с вами снова на канале «Беременные сироты». Зовут меня Жаха Залила Сергеевна, я врач-вкушерокинеколог принотального центра 24-й больницы, а также спикер Труджин. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, на инстаграм паблик Труджин. Ссылки будут внизу. И мы продолжаем нашу рубрику «Ответы на вопросы». Сейчас в этом видео я отвечу на 4 вопроса. Я выбрала те вопросы, которые наиболее часто вы задаете не только онлайн, но и на очных приемах. И я думаю, что они будут актуальны не только тем, кто задал, но и вообще всем, кто нас смотрит. Итак, первый вопрос касается он… Если роды начались после 37 недель, то это считается доношенная беременность, и роды не останавливают? Действительно, после 37 недель беременности роды начинаются, и они считаются в срок, своевременными. Поэтому нет, конечно, никакой необходимости проведения токолитической терапии, то есть остановки родовой деятельности уже в этом сроке. Но надо сказать, что не только в доношенном сроке, как вы выразились, роды не останавливают. Уже начиная с 35 недель, даже с 34 недель не проводится активная сохраняющая терапия, если даже есть признаки угрозы преждевременных родов, и вы с этим поступаете в стационар. Это, на самом деле, у нас такой диссонанс не только среди пациентов, но и даже среди врачей. Очень тяжело было перестраиваться к докторам и работать по протоколам, по доказательной медицине. И всем казалось, ну как же так? Ну и что, что уже там 35 недель, 36 недель? Это же все-таки недоношенный срок. Ну почему мы не должны проводить токолитическую терапию? Почему мы не должны останавливать схватки? Почему мы не должны пытаться сохранить беременность? Почему нет препаратов токолитических, которые мы можем использовать после 34 недели? Хотя, вот действительно, так и есть по всем протоколам, и нашим, и зарубежно. После 34 недель не проводится активно сохраняющая терапия, особенно после 35 недель. Почему? Ну, потому что считается, что если ребенок уже достиг массы 2 кг, плод точнее, и роды уже начинаются после 34-35 недель, то это поздние преждевременные роды. И детки, даже если сразу после родов нуждаются в какой-то помощи, иногда это бывает госпитализация в реанимационное отделение, тем не менее, они после выписки из роддома уже по мере взросления абсолютно сравнимы по качеству здоровья, по развитию с детками, рожденными в срок. И, соответственно, нет необходимости в проведении активно сохраняющей терапии. Ну, здесь, наверное, у вас тоже сейчас возникнет много вопросов, нюансов. Почему же так? Почему нельзя попытаться сохранить беременность? Почему все-таки нельзя достичь тех самых 37 недель? Но вот по всем мировым данным это так, как я уже описала выше. Но уж после 37 недель, безусловно, никто даже не будет пытаться сохранить время, поэтому уж точно никакого смысла нет. Дальше вопрос по поводу профилактики РДС плода. Итак, нам задают такой вопрос. Получается, если 32 недели получила 4 укола дексаметазона, то можно выносить до 40 недель или все равно раньше наступят роды, чем 40 недель. И заранее благодарю за ответ. Вот тут тоже кроется такой миф, который не имеет отношения, конечно же, к реальности. Считается, что если во время беременности выражена угроза преждевременных родов, и мы проводим профилактику РДС плода путем введения дексаметазона, то это помогает сохранить беременность. На самом деле это вовсе не так. Дексаметазон вообще никак не влияет на сохранение беременности, на купирование угрозы преждевременных родов. Эти уколы, эти 4 укола, то есть 24 мг дексаметазона или бетаметазон вводится иногда таким курсом коротким, мы применяем для того, чтобы если вдруг все-таки роды произошли, то не случился дистресс плода, чтобы ребенок мог задышать, чтобы легкие были готовы к тому, чтобы ребенок мог дышать, чтобы выработался сурфактант. Это такое вещество, которое помогает расправить альвеолы, и тогда вот ребенок может дышать. Это помогает быстрее дозреть легким, если у нас угроза преждевременных родов случилась до 34 недель. Здесь вообще очень важно понимать, что, во-первых, профилактика РДС плода дексаметазоном или бетаметазоном глюкортикостероидом проводится в сроках только до 34 недель, начиная с 24 недель. Не имеет отношения к сохранению беременности, и актуально только в том случае, если у нас есть выраженная угроза преждевременных родов, и мы ожидаем, что роды случатся в течение 7 дней. А не то, что мы просто какие-то незначительные тянущие боли или невыраженные абсолютно какие-то проявления, угрозы, и мы сразу же начинаем профилактику РДС плода. В этом нет необходимости, и, в общем, это не очень-то и безопасно. Как раз на эту тему наш следующий вопрос. А как же побочные эффекты? Атрофия коренных почечников и в 29 недель ИЦН шейкоматки 22 мм врачи настаивают на уколах, но при этом никто не предлагает проведение теста на фитальный фиброниктив, например. Неужели дексаметазон настолько безвреден, что можно его ставить на всякий случай? Вот тут вот я тоже отвечу на вопрос. Разбив этот вопрос на несколько частей, вы совершенно справедливо написали по фиброниктин. Действительно, определение фиброниктина очень важно, актуально и на сегодняшний день является важнейшим маркером развития преждевременных родов в ближайшие 7 дней. И было бы здорово, если бы каждая пациентка, которая поступает в родильный дом с угрозой преждевременных родов, у нас была бы такая возможность определения фиброниктина, проведения этого теста. И мы могли бы тогда с уверенностью сказать, что да, вот у этих пациенток высокий риск преждевременных родов, их нужно госпитализировать, им нужно проводить токолитическую терапию и проводить профилактику РДСП, чтобы легкие дозрели. Пациентки, если это срок до 34 недель, это действительно группа высочайшего риска по преждевременным родам. А вот другие пациентки, у которых нормальный уровень фиброниктина, мы могли бы их вообще отпустить домой, даже при каких-то жалобах, притянущих или каких-то нерегулярных сфоткообразных болях незначительных, и мы бы абсолютно не перестраховывались. И тем более, если бы у нас было просто бы ИЦН, мы бы проводили этот тест и говорили о том, что женщина, вы можете совершенно спокойно поехать домой. У вас, да, есть у вас ИЦН, да, есть высокая угроза преждевременных родов, но она у вас не реализуется, у вас нет положительного теста на фиброниктина. Но, к сожалению, в Российской Федерации такие тесты практически недоступны. Я не могу припомнить сейчас родильный дом, где вообще этот тест бы проводился, тем более рутинно. Поэтому вот мы, к сожалению, вынуждены работать в тех условиях, реалиях, которые существуют на сегодняшний день. И тесты на фиброниктин никогда практически не проводятся с целью решения вопроса, кому проводить профилактику РДС плода. Это первая часть вопроса. Второе, тем не менее, мы не можем при любой малейшей угрозе или высоком риске преждевременных родов просто так проводить профилактику РДС плода. Я уже говорила как-то, что это актуально только тогда, когда угроза преждевременных родов крайне выражена, и когда мы ожидаем наступления тех самых преждевременных родов в сроках до 34 недель. Более того, известно, что повторные курсы профилактики РДС плода, а такое тоже встречается нередко, когда провели профилактику, прошло две недели или прошел месяц, проводят еще один раз, потом еще один раз. И вот те самые повторные курсы, когда это не строго по необходимости сделано, и мы повторяем, потому что нам кажется, что вдруг все-таки они случатся, эти преждевременные роды, а уже эффект прошел от предыдущей профилактики. Давайте еще раз проведем. Вот это, конечно, небезопасно и в том числе снижает когнитивные свойства у плодов, которые родились после этих нескольких курсов. Поэтому профилактика должна проводиться строго по показаниям, только при крайней выраженности, при крайней выраженности угроз. То, что касается ИЦН. Вот как раз истинка цервикальная недостаточность, конечно, это один из весомых, важнейших факторов риска развития преждевременных родов, но это просто фактор риска. Просто так измерение длины шеи и матки, тем более в 29 недель. 22 мм абсолютно не является показанием к проведению профилактики РТС плода, просто само по себе изолированно. Ну, во-первых, ИЦН и для нашей эки матки, которая определяется и связана с высоким риском преждевременных родов, в основном это касается сроков до 24 недель. С 16 по 24 недели беременность. Если вдруг в этом сроке у вас все хорошо, а потом уже вы в 29 недель или в 30 недель, в 32 недели вдруг обдороживаете шею и матки короче 25 мм и вам ставят ИЦН и предлагают профилактику РТС плода. Но, мягко говоря, это гипердиагностика и, конечно же, показаний к такой профилактике здесь абсолютно нет. В каждой индивидуальной ситуации нужно разбираться самостоятельно. Мы должны с вами помнить то, что риски – это всего лишь риски. Мы должны выявлять, конечно, эти риски. Мы должны стараться профилактировать преждевременные роды. Но профилактика РТС плода должна проводиться в крайних случаях, тогда когда действительно этот риск крайне выражен и мы ожидаем, что мы не сможем избежать преждевременных родов до 34 недель. Мы вынуждены проводить эту профилактику. Это должна быть абсолютно не рутинная история и, конечно же, не многократная. Спасибо за ваши вопросы. Сейчас еще один вопрос был у меня в этом цикле. А если даже при приеме тромбоаза 150 мг на 34 неделе беременности идет повышение давления, что значит и что делать? Вот тут тоже такой вопрос, который часто почему-то всплывает у пациенток, у которых высокий риск преэклампсии. Напомню, что риск преэклампсии мы рассчитываем с вами еще в конце первого, начале второго триместра и с 12 недели беременности при высоком риске мы назначаем прием аспирина с целью профилактики преэклампсии, особенно ранней, особенно тяжелой преэклампсии. Но это не означает то, что, во-первых, мы во всех 100% случаях можем ее профилактировать и нам удастся избежать преэклампсии даже на фоне приема аспирина, тромбоаза, как в этой ситуации. И второй момент совершенно не означает то, что если мы с вами избежали преэклампсию, то у нас совершенно точно не должно повышаться давление просто потому, что вы принимаете аспирин. Может развиться и преэклампсии, мы должны быть насторожены в этом отношении, может начинаться повышение давления, например, после 20 недели, потому что это гистационная артериальная гипертензия. И вот как только у вас на фоне приема аспирина, тем более на фоне приема аспирина, который назначен был по высокому риску преэклампсии, начинает повышаться давление, первое, что вы должны сделать, это исключить, что все-таки развилась преэклампсия. Если вы это исключили, дальше нужно поставить диагноз. Если у вас давление начало повышаться до 20 недели, то будет хроническая артериальная гипертензия. У нас есть, кстати, видео по артериальной гипертонии во время беременности, вы можете перейти и посмотреть, там очень подробно на эти темы мы рассуждали. Если у вас давление повышается после 20 недели, то это гистационная артериальная гипертензия. И при каждой из этой ситуаций, при каждом этом диагнозе есть свой алгоритм бедения, препараты, которые мы должны рекомендовать, тот конкретный, так как конкретная схема наблюдения за состоянием беременной плода, который применяется. Так что прием аспирина вовсе не на 100% гарантирует вероятность избежения, чтобы не сформируется преэкламсия, и тем более не гарантирует, что давление не будет повышаться на фоне беременности. Будьте внимательны и следите за уровнем давления, особенно если вы попали в группу высокого риска по преэкламсии. На этом этот блок ответов на вопросы закончен. До скорых встреч! Подписывайтесь, пожалуйста, и пишите свои вопросы. Обязательно ответим. Пока-пока!